Сегодня поставлена точка в деле Геннадия Телегина. Рыбинский суд признал бывшего помощника главы города Юрия Ласточкина виновным в посредничестве при получении взятки. Из зала суда наша съемочная группа. Этот жест адвоката Геннадия Телегина журналистам яснее любых слов. Никаких комментариев не будет. В коридорах суда, в окружении фото и видеокамер бывший помощник мэра оказался растерянным. Уголовное дело в отношении Геннадия Телегина было возбуждено в октябре прошлого года. По версии следствия, через него директор муниципального предприятия Теплоэнерго Владимир Иванов за сохранение должности передал деньги главе города Юрию Ласточкину. 15 июля и 22 октября Телегин получил от руководителя предприятия и передал Ласточкину часть взятки в общей сумме 1 миллион рублей. 24 октября он был задержан при получении очередной части взятки в размере 1 миллиона рублей. В ходе следствия всплыли и новые любопытные факты. Так, согласно показаниям Телегина, его босс получал оброк из директоров других мупов. В частности, речь идет о Рыбинской управляющей компании и Александре Севкове, о Рыбинской городской электросети и ее главе Владимире Павлове и руководителе водоканала Алексея Захарове. Рыбин Геннадий Николаевич виновен в посредничестве и взяточничестве, то есть непосредственной передаче взятки по поручению взятка получателя в особо крупном размере. Суд приговорил Геннадия Телегина к 5 годам условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме того, бывший чиновник должен будет выплатить в казну государства 4 миллиона рублей штрафа. Впрочем, защита Юрия Ласточкина не считает, что обвинительный приговор Геннадию Телегину как-то повлияет на дело самого главы Рыбинска. Это не является каким-то либо превалирующим доказательством виновности Ласточкина. Экспертизы, они же если не подтасованы, то они реальные, вот объективное доказательство, кто о чем говорил. Вот насколько я знаю результаты фоноскопических экспертиз, они велись между в основном Ивановым и Телегином, где обсуждалась тема якобы передачи денег Ласточкину. Но я могу тоже обсуждать эту тему с кем угодно. Адвокаты Телегина приговором в принципе остались удовлетворены за исключением назначенного штрафа. С их слов, чтобы пенсионеру Телегину выплатить всю назначенную судом сумму потребуется 16 лет. Возможно, вскоре будет подана и апелляция. Геркий Голчин, Владимир Выдумлев. День в событиях.